Волнуют вопрос, о чём мы говорим с Дианой Рубениной. Понимаете, я вам говорю, что давайте попробуем поговорить о политике, потому что у неё есть такие пафосные какие-то строчки про Россию. Она вообще любит как бы пафос, хотя и такой, знаете, пафос геологической партии. Мне кажется, что у неё есть, во всяком случае, в её имидже, как при этом называть, нечто необычайно устаревшее. Даже не то, что устаревшее. Понимаете, вот вам нравится её песня? Замечательно, чудесно. Я их услышала первый раз пять лет назад в Питере, когда никакой всероссийской славы ещё не было. Это было в чатном клубе. Значит, когда было только две девки. Понимаете, одна со скрипкой, другая с гитарой, они певут. Две-три песни мне очень понравились. Но вот я вам говорю, два раза я видела Диану по телевизору. И вот разница между песнями, которые мне нравятся, и которые вполне себе художественны, да, и вполне себе, там, это, предположим, не самое моё любимое, да, но это вполне себе, там, и вкус, там, и так далее, там. И той безвкусной, как бы, пошло-надменной чушью, которую она порола, разница немыслимая, как другой человек. Знаете, вот прийти в телевизоре, в телевизоре, да, вот я наблюдала её в телевизоре, там она пришла, и первым делом она села на стул вот как-то вот так. Я абсолютно убеждаю, что это выпендрёшь. И это плохой вкус поведенческий. Так, это, может быть, и выпендрёшь, и плохой вкус, но я понимаю, зачем это делают. Все выпендриваются кто как может. А их манера выпендривания, вот урок, это снятие цивилизационных запретов. Для того, чтобы они у них снимались в текстах, они же, как все творческие люди, находятся в творчестве постоянно, разговаривают с вами, а у них там делается это в голове, да, как у всех творческих людей. Для того, чтобы не выпасть из творческого процесса, они должны снимать цивилизационные запреты перманентно. Перманентно. Хорошо. Есть скамейка, сядь на пол. Давайте тогда так, мы там поговорим немножко о творчестве, да, а потом, значит, переползём как раз вот как бы на политику, не в смысле политику, про которую нам запрещают говорить, да, а в смысле судеб Родины. Мне рот зацептит. Да, и вот если там, если там, она выдаст вот эту вот, как бы возвышенную пошлятину, которую она время от времени порит, мы её просто прямо спросим об этом, как так получается. Да мы в любом случае спросим, это интересно. Здравствуйте. Вы знаете, нас убеждают, что вы никак не можете запомнить, кто мы и что мы здесь делаем. Значит, мы-то считаем, что это не так, но начальство убеждено в обратном. Поэтому для начальства мы сообщаем, что это программа «Школа злословия». И её ведущие Татьяна Толстая и Дуня Смирнова. А в гостях у нас знаменитая певица Диана Арбенина. Можно сразу сказать, знаменитая и певица ко мне не относятся никак. Так. Я человек, который поёт песни. Это нельзя назвать певицей, которая поёт песни. Певица, какое-то слово, там есть буква «С», она мне не нравится абсолютно. Ну, как цапли, например, там, на цыпочках, опять же. Как рисовая каша с изюмом. Это кутья. Ну да, вот это вот, когда в школе кормили просто сразу. Нет, это хоронить когда. Нет, в школе кормили постоянно. Вот на севере, когда я заканчивала школу, знаете, после третьего урока звонок, и все бегут просто. Бегут, ну потому что там перерыв, там большая перемена. Вот, будут кормить. И такой первый, первый, бежишь, бежишь, бежишь. Думаешь, что там лазированная. Сонг, рис с изюмом, полный отстой. А там комки были в каше? А я её не ела. Я же говорю, мне не нравится. Поэтому вот знаменитая певица, это как-то вот, ну правда не обо мне. Хорошо. Хорошо, но знаменитая это нам судить. А знаменитая, а знаменитая. А синонимы? Не нравится эта, давай другая. Популярная, хорошо, интересно. Популярная? Правда, гажа. Хорошо. Крупный поэт. Так лучше? Вы надо мной издеваетесь, я бы сразу же. А вы? Крупный, крупный поэт. Тоже, нет, безусловно, нет. Это всё-таки, мне кажется, постсоветские штампы, которые нам достались в наследство. И мне кажется, что нужно всё-таки их крушить, ломать. Замечательно. Сокрушите, сломайте. Предложите. Хорошо, я скажу просто, меня зовут Диана Арбенина. Всё. Нет, это вас зовут Диана Арбенина. Это, безусловно, эффектный пиар-ход. Я вас поздравляю, я не понимаю, почему зрители не аплодируют. Это было сделано для... Стоп, мы всё сломаем. Никто не аплодирует. Всё нормально. Вы знаете, вот мы изучали ваше интервью, это замечательно. Так у вас складываются такие формулы, напористые, агрессивные. Вы их выдаёте. Мы понимаем, что на молодёжной аудитории это действует. Мы старые тётеньки, нам нравятся ваши песни, но вот это на нас решительно не действует. Поэтому весь этот вот напор и эффектный «я космополит», «меня волнует», «как вы там сказали», сейчас, секунду, значит, «меня волнует наводнение в Чехии». Что, 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 что? Я вам покажу, девушка. Почему? Я вам покажу. Ну, девушка это тоже, это как-то напористо, служу с вашей стороны. Это шутливо, а не напористо. Я вот её... Это как девушка. Это как раз вот пародия на тот советский стиль, который нам остался. Про который вы правильно сказали. Вы неправильно сказали, что это постсоветский. Если это штамп, достаточно наследство, значит, он советский. А постсоветский уже идут другие штампы. Хорошо, постсоветское наследство. Подходит? Нет. Почему? Советское наследство. Потому что это советское наследство. Оно копилось в советские годы. Когда копилось? Наследство от умершего дедушки. А дедушка был Советский Союз, поэтому наследство досталось от дедушки. Ну, логично. Поэтому это дедушкино наследство, а не пост дедушкино наследство. Ну, всё равно. Просто слово «пост» стало очень модным. И как раз это в наши дни штамп. Все у нас пост. Постсоветская, постмодернизм и другие непонятные слова. Ну ладно, вам хорошо принимается. Замечательно, об этом договорились. Значит, так вот, Диана, мы проштудировали все эти ваши высказывания и так далее. И мы вам хотим с самого начала сказать честно, что мы на самом деле хотим с вами поговорить в простой человеческой интонации, которую мы уверены для вас есть. Мы не журналисты. Спасибо Богу. Да, мы ими быть не собираемся. Это не наша профессия. Мы тут занимаемся тем, что знакомимся с интересными нам людьми. Ну, действительно, знакомимся. Мы вас пригласили в гости, вы к нам пришли, мы вам накрыли там чай, то, сё, опять-таки. Обычно, вот как в гостях бывает, понимаете? А вы разговариваете с нами шершавым языком плаката. Не надо. Нет, я не согласна так. Мне кажется, у каждого человека есть язык. Так. И его абсолютно невозможно сломать. Безусловно, каждый человек выдает формулы, одному ему свойственные. Но, во всяком случае, мне бы так хотелось, потому что мне нравится общаться с людьми, когда они интересно говорят. Пусть это выглядит шершаво, коряво, не красно-речиво, но самое главное, чтобы это было интересно. Совершенно верно. Вот сейчас у вас и пошла та самая человеческая интонация, в которую мы с удовольствием будем с вами рассказывать. Пять. Разговаривать, да? Да, совершенно верно. Вы тоже человек. Вы не космонавт, не марсианин. А слушайте, а вы слышали, да, что китайцы запустили в космос? Да. Мы даже читали. Мы даже читали. Владимир Владимирович. У него были такие глаза, когда он спустился, это просто, они расширились и стали европейскими. Серьёзно. А эпикантус куда делся? Я не знаю, кто это такой. Эпикантус? А это вот это вот. Складочка в углу внутреннем глаза, когда то, что называется отвратительным словом слёзное мясцо, учебник анатомии, не видно, потому что оно закрывается этой глазной складкой. Отсюда такая красота восточных глаз. Эпикантус? Эпикантус. Красиво. Правда красиво? Это для альбома хорошее название. Эпикантус. Не-не-не. Никто не понимает, что это такое? Не-не-не. Ну, в этом Азия, Восток и, может быть, даже немножко Ломоиза. Эпикантус. Буддизм всем надоел, а ломоизм как такой параллельный. Эпикантус, хорошо. Я готова. К разговору, наконец. Потому что мы уже понападали. Хотелось бы, чтобы управлял. Вы учили новое слово. Да, эпикантус. Ещё не только я, вся аудитория тоже. Ещё очень интересно тоже в гостях упомянуть монгольское пятно. Это тоже принадлежность восточных народов, так мягко скажем. Потому что, точнее, никто не говорит. Это когда на копчике у человека, когда он только рождается, да? Потом она проходит. Такой как бы синяк, синий. Вот прям на копчике. Называется монгольское пятно. Два слова. А тоже хорошее название для альбома. Думаешь, а что это монгольское пятно? Это место застройки или, может быть, где расположена там столица какая? Улан-Тамбатер или... Нет, это внутренняя Монголия. Внутренняя Монголия, да, да. Монгол-Шудан, там много интересного. Монгольское пятно. Думаешь, где оно? А мне нравится одним словом называть альбом. Хорошая мысль. Например, там... Ну, меня никто в этом не поддерживает. Например, там засада. Ну, слово уже очень затертое. Так нет. Это было 10 лет назад. А тогда не было. Подсоветский дедушка, понятно. Но засада очень звучное слово. И вообще там сочетание согласных очень нравится мне. Да, засутишь и через... Ну, как и жуши. Вот, но... И утвердительно там же, да, засада. Значит, так подчеркнуть и продать на выборы. ЗА-СА-ДА. Правда? На выборы и в комсомолке разместить. Вот это в пятничном номере комсомольское правда. Да, правда. ЗА-СА-ДА. Маркиз де Сад там тоже звучит. Отлично. Отлично. Тиан, мы у вас вот что хотели спросить. Вот что мне нравится? Да, вот спросите. Ну, что мне нравится? Что тебе нравится в Диане Арбене? А нравится мне вот что. Мне нравится, что вы создали... Такой образ, сначала на первом уровне. Образ брошенной лесбиянки. И раненой потери своей, да? Раненой тем, что вот любовь была и разбилась все. Черта мать, дребезги. И вот этот вот такой крик горного отчаяния, такого вот с этой носовой интонации. И он так летит туда, и там самолеты, и все это. И как это трансцендирует. Вот этот вот крик, он становится не просто криком, какой-то там врушенный, или все, потерявший лесбиянки. А вообще души, которая, да, у него все отняли, а она все равно, да. Вот такое. Это мне очень нравится. Дальше. Ваши комментарии. Не комментирую. На первом этапе дальше. Вот. Это первый этап и второй этап. Нет, я про эти этапы, да. Вот это... Я хотела у вас спросить. Если вы не хотите комментировать, тогда расскажите, насколько впечатление, которое я получила, соответствует вашему намерению? Ну, абсолютно не соответствует, если честно. Так. Потому что меня не смущает ни одно из вышесказанных вами слов и не задевает. А это не для задевания, не для смущения? Мы же говорим про обувь. Нет, ну, это очень похоже на шарш. Вот. С носовыми, там, со всеми делами, с там, с такими французскими. Всё очень просто. Я никогда не отдавала себе отчёта в том, почему я пою именно так, и почему я выбираю именно те слова, которыми я пользуюсь. Более того, мне кажется, что когда чувствуешь, чувство вообще первородное. Вот. И абсолютно не стоит его каким-то образом объяснять. То же самое, что не стоит объяснять, как пишутся песни. Намного проще ставить штампы, это понятно, и относить музыку к каким-то стилям, скажем. Вот сейчас, когда мы ехали к вам, я рассказывала своему брату, он спросил меня, кто такой Том Йорк. Том Йорк – это солист группы Radiohead. Это группа, которая выросла из вопроса, в каком стиле поёт группа Radiohead. Это Radiohead. Всё. То же самое относится и к людям, и к чувствам. Их не нужно, и к песням, их не нужно ни комментировать, ни объяснять. Почему я не комментирую? Потому что у меня слов не находятся. Вы так меня восприняли. Ну, Бог тому судья, значит. Нет, вы понимаете, мы пытаемся вот что понять. Вы сразу про три вещи сказали с трёх разных сторон. Дело просто в том, что вы как художник, как всякий художник, да, вы создаёте некий образ, да, вы создаёте некий художественный мир. Коего вы являетесь Господом Богом, Создателем, Он живёт по тем законам, которые вы установите этому миру. У настоящего художника, да, этот мир цельный, да, он не распадается, он цельный, он убедительный и так далее. Вот Татьяна восприняла этот мир такой, как вот тот надрыв, который там существует, это делается, да, это, безусловно, это искусство, там, и так далее, и тому подобное. Насколько я понимаю, мы между собой это обсуждали, мы, так сказать, хотим понять ни из чего, или как вы пишете ваши, ни ваши творческие планы, ни как вы пишете ваши песни, ни как вам это удалось, там, и так далее, и тому подобное. А о чём больше всего хотелось кричать, да, вот когда ты входишь в это состояние, вот это медиумическое практически? Кричать вообще не хочется. Хочется чувствовать, это и получается. Какое чувство вызывает тот травматический синдром, который вводит вас в состояние писателя песен? Это, я не знаю, одиночество, несовершенство мира, там, и так далее, и тому подобное. Выбирайте ли вам, нам интересно, какое вы назовёте? Влюблённость, конечно. Влюблённость? Всегда. Вы её ощущаете как драму, трагедию? Нет, это кайф. Это ни в коем случае ни драма, ни трагедия. Это то, что делает меня счастливой. И из этого рождаются песни. Влюблённость для вас это зависимость, привязанность? Просто чистое счастье там можно, всякие мелочи? Или... А сейчас, сегодня, я могу сказать следующее, что это созерцательная красота. Подождите, а это красота на что? Созерцание красоты? Или красота созерцания? Созерцательная красота. Так не может быть по-русски. Может. Это красота что созерцает? Вы слушаетесь в языковых, а? Нет, язык. Это отличная фраза. Вы что? Она ничего не означает. Как это? Это созерцательная красота. Кто объект, а кто субъект в этой фразе? Давайте не будем говорить о поэзии шуршавым языком плаката. Опять же, вашими словами. Это просто грамматика. Либо есть смысл, либо нет. Созерцательная красота – это, скажем, формула, которую я придумала только сейчас. Прямо сейчас. И которая очень сильно определяет то, что я чувствую, когда я влюблена. Кто созерцает? Нет, только не вот этим. Кто созерцает? Разумеется, я как автор. Вы созерцаете красоту, так? Да. То есть это созерцание красоты. Или созерцаемая красота. Нет, это депричастный оборот. Так. Это пассивно, на самом деле, что уже плохо. Созерцательная красота – это та, на которую ты смотришь, и на которую ты не претендуешь. И поэтому она созерцательная красота. То есть язык мы к чертовой матери изнасиловали совершенно спокойно. Тем более, что это не депричастный оборот. Созерцательная… Нет, нет. Как вы сказали? Созерцаемая. Созерцаемая красота кем-то. Нет, это не депричастный оборот. Но это же пассивный. Да. Но это не депричастный, это созерцаю красоту. Я созерцаю красоту. Созерцаемая – это причастие. Да. Но тем не менее, это пассивное. Созерцаемая – это пассивное причастие. Пассивное причастие. Вот. А не депричастие. Депричастный оборот у меня всегда ассоциировался с… Пусть не ассоциировался больше. Хорошо. Хорошо. Но тем не менее, я на вопрос ответила. Сейчас я действительно понимаю, что на самом деле, когда ты влюблён, нужно давать свободу человеку. И ни в коем случае на него не претендовать А, не ставить его ни в какие рамки Б, и делать его просто счастливым. А что значит сделать счастливым? Как это? Ну, это же так просто. Сделать другого человека счастливым просто? Я думаю, да. Как? Счастье, мне кажется, оно очень детально и крошечно. Микромир, что ли, там? Вот микромир, субъект, объект. Я этих слов, если честно, не очень люблю. Степа, Ватислава, достаточно просто иной раз подарить человеку цветы. Так? И когда он улыбнулся тебе, он... Это вот есть маленький, маленький, маленький... Так он счастлив или я счастлив? Знаете, Фредди Меркури, когда ему исполнялся очередной год, он очень любил дарить подарки сам. Себе? Нет. Другим, тем людям, которые приходили к нему, его поздравлять. И он был от этого счастлив. Мне кажется, когда ты что-то делаешь, когда ты видишь в глазах человека ответную реакцию и понимаешь, что ему стало теплее, вот обоюдный процесс. Диана, а вы... Скажите, вы вообще любите русскую классическую литературу? Безусловно. А об этом надо обязательно говорить с ироническим шепотом, да? Почему ироническим? А не слышно никого. Потому что это... Удачно. Что-то хорошо. Скажите, пожалуйста, а у вас какие... У вас есть какие-то особенные чувства по отношению вот к нашему там пространству, географии, языку, литературе? Вот вы знаете, вот очень похоже на экзаменатор. Там есть экзаменатор. Мы когда разговаривали после записи, да, то товарищи по борьбе на лёгкой сервизионной, в частности, высказали такое мнение. Режиссёр Малкин. Говорит, ну зачем поэту мозг? Говорит, я говорю, ну ты знаешь, как-то, в общем, многим поэтам пригождался этот орган. Нафига поэту мозг? Да. Дальше мы с ним разговаривали, и я говорю, понимаешь, ведь Диана Арбенина совсем не глупая девушка. Что видно там по её текстам, по той интонации, которую она выбрала, в песнях, в своём искусстве. Искусстве. Да, искусстве. И так далее, и тому подобное. Просто, по-моему, девушка немножко не выдержала известности, эго раздулось, тщеславие попёрло. И в дверь не проходит. В дверь не проходит, и поэтому она как бы перестала двигаться просто как человек в свои 28 лет. 28 лет? Да. Диана по реакциям исключительно инфантильна. 13. Да, примерно 13. По простой причине. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно, например, сказать себе, что я человек необразованный, надо начать читать книжки. А не экстравагантничать и интересантничать. Если будешь вот так вот дальше, да, если вот это останется таким как бы статичным состоянием, то и творчество тоже закончится. И песен больше не будет, по-моему. Да, согласна. Потому что это независимые, вообще-то говоря, друг от друга сферы. Творческое начало и интеллектуальное начало. Поэтому всё замечательно, можно развивать оба, можно развивать одно из них. Но если у тебя всё в порядке с творческим началом, и ты уже получил все свои награды и благодарности от переменчивой публики, то наступает момент, когда надо включить интеллектуальное и культурное начало. Особенно культурное. Культурное – это очень сложная и тонкая вещь, потому что здесь необходим баланс, скромность, подавление своей гордыни, которая вот так и прёт, так и прёт. И вообще-то говоря, образованность – это тоже. Вот я сижу и думаю, что же это мне всё напоминает-то? Это мне напоминает очень большое количество проваленных мною экзаменов. На школах. Вот. Школа. Злословие – это ведь откуда-то. Да. Это кто? Это Шеридан. А вот я когда ехала, я думала про почему-то ярмарку тщеславия. Чекирей. А я просто говорю про пары гнидых. Школа Злословия – ярмарка тщеславия. Вот-вот, я об этом говорю. Рыбака, рыбака. Как-то вот действительно какая-то напруга чувствуется. А я сегодня в таком настроении, понимаете, вот. У меня был концерт вчера. И мне кажется, он удался. Почему говорю «кажется»? Потому что я в хорошем смысле жираф. Я не могу, выйдя из кинотеатра, сказать, понравился мне фильм или нет сразу. Мне нужно пойти, подумать. В какой-то момент я скажу «отстой», например. Это очень естественно. Это не бы одна такая. Есть пару художественных фильмов, которые за последнее время, на вскидку, я могу сказать, да, отличный фильм. Один «Газфансент» есть такой. Режиссер. Джерри. Очень сильно меня тронул этот фильм. И, безусловно, «Танцующая в темноте», но это было давно. Забыли нам упомянуть, что это Ларс фон Триер. Да, безусловно. Смешно. Смешно. Такое количество женщин в одном замкнутом пространстве – это просто ядерная хиросима просто. Что касается, опять же, того, что произошло недавно, этого концерта, то, мне кажется, действительно, он удался. Я думаю об этом постоянно. Я сейчас с вами беседую и думаю о том параллельно. Как вчера все было, потому что для меня это был очень ответственный концерт. Это было в Москве, это было в ДК Горбанова. И я действительно хотела там сыграть. Ну, вот по моим ощущениям сегодняшним, кажется, что все прошло как надо. Я себя чувствую сейчас абсолютно расслабленно. Отлично. И знаете, вот по времени где-то часов пять на какой-нибудь веранде, перед чашечкой кофе, и просто смотреть в небо, и все. Ну, мне кажется, это состояние такого абсолютного душевного покоя и гармонии с собой. Отлично. Вот. А вы мне субъект, объект. Диана, дело в том, что, понимаете, мы же вас боимся. Я на самом деле просто стала тихо и мирно подползать к вопросу, который я действительно хочу вам задать на самом деле. Но я, прочитав все ваши интервью и видя вас пару раз по телевизору, вы немедленно ставите, вот садитесь и как бы задираете ноги. То есть коленки, чтобы под душами. Да. Могу объяснить, почему. Мне уже Таня объяснила, я сама примерно понимаю, почему. Так вот, вот если вы будете находиться в этом состоянии, а не в том, которое вы описали, вот когда веранда, небо, спокойствие, ты знаешь, что ты, что хорошо сделал вчера. Я хочу вам на самом деле задать вопрос, интересуетесь ли вы политикой. Но в той модели, которую вы создаете этими задранными ногами и вот этими самыми интервью, я знаю, что вот тут надо ответить нет, вот потому что вы построили. Мне это ваше нет неинтересно. Так я же не ответила, вы ответили за меня. Вот, я поэтому начала медленно подползать, интересуетесь ли вы Родиной. Мне кажется, было бы честнее спросить... Вам Родина нравится, Диана? Нет, честнее. Диана, итак, интересуетесь ли вы политикой? Интересуетесь, не нравится глагол мне. Поправьте нас. Любите ли вы политику так, как люблю ее? Я сегодня, секундочку, я сегодня, когда девки рисовали, мне звучит морду, я посмотрела и Ирк, наша гримёша, которую все время, значит, отвлекали и не давали ей житья, и он говорит, и пусть мне теперь никто не говорит, что тут я что-то не так сделаю. Я говорю, ты сделала все прекрасно, из политического трупа ты превратила меня в политическую проститутку. Клёво. Ну так что, по поводу политики, что ли? Очень странный вопрос, правда. Ну, на что дни, конечно. Хорошо, я отвечу, я внимательно слежу за тем, что происходит. Отлично, замечательно. Прекрасно. Мы вам объясним, на самом деле, Диана, все очень просто. Мы обе относимся к тому типу женщин, про которые Чехов когда-то сказал, что женщина, интересующаяся политикой, похожа на бешеную канарейку. Вот мы бешеные канарейки типичные, мы политикой очень интересуемся. И ищем союзников, которые нас в этом поддержат, и будут интересоваться вместе с нами. И мы, наплевав на них, все равно будем про это говорить. В таком случае, вам нужно было пригласить сюда мою маму, которая очень бы много вам рассказала. Она люто ненавидит одну из наших прошлых партий. В прошлом у нас была у всех одна партия. Я прошу прощения. И вы бы с ней, наверное, нашли общий язык. Что касается меня, то я занимаюсь музыкой, безусловно. Но что-то мне подсказывает, что я отличаюсь от многих моих коллег тем, что позволяю себе всякие политизированные выпады. Например, песня «Россия 37-й». Она абсолютно определённая. И такой песни, в общем, не встретишь нигде. Это правда? Безусловно, невозможно жить в каком-то своём мире, потому что, на самом деле, всё действует и всё влияет. А вы ходите голосовать, вот это вот всё, или нет? Вы не говорите, за кого и куда. За просто голосовать. Да, так вообще. Обычно, значит, раз в 4 года. Раз в 4 года. Нет, каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим голосовать. Ходите? Последний раз это было давно. Когда я имела возможность находиться в городе Санкт-Петербурге больше, чем, скажем, 5 дней, когда это всё совпадало, то, помните, было «да-да-нет-да». А вы знаете, что после этого референдума родился гениальный совершенно анекдот? Всё-таки мы спасёмся, конечно, юмором, потому что анекдот звучит так. «Бабка, ты в Бога веришь? Да-да-нет-да». Вы совершенно замечательные. В нём вся история России просто. Да-да-нет-да. То есть было «да-да», потом на 70 лет «нет», потом «да-да-нет-да». Хорошо. Значит, последние годы вы просто как бы технически у вас не получается там голосовать? Технически не... Ну, как же, что значит технически? Ну, в смысле, разъезды? Да, концерты. Концерты, да? А это важнее? А то. Конечно. Я же осознанно прохожу свой путь. И желаю... Сама слышала, что сказала? Я сказала классную фразу. Ужасно. Она очень осмысленная. Ужасно. Она очень осмысленная. Она совершенно осмысленная, но она ужасно пошлая. Хорошо. Наездка. Как говорит Татьяна Толстая? Синонимы. Я думаю о том, что я делаю. Слабо. Очень аморфная фраза. Правильно. Нет, вы меня попытались поломать по поводу созерцательной красоты. И пусть это, скажем, не поддается абсолютно никакой логике эта фраза, но она звучит. А то, что вы сейчас сказали, абсолютно не звучит. Я думаю о том, что я делаю... А главное, чтобы было звучно, да? Главное, чтобы была энергия в словах. Слова это энергия. А в штампах? И не мне вам это рассказывать. Я осмысленно прохожу свой путь, это штамп. А в штампах? Да. Никакой. Так я осознанно прохожу свой путь, это штамп. Нифига. О чем вы говорите? Ни в коем случае. Штамп этот берется из жанра, который называется... Кеу-кеу-кеу, зацепились. Прошел. Из жанра, который называется интервью рок-музыканта. Вы много... Я прошу прощения. Много, да. Вы много слышали, чтобы люди говорили, я осознанно прохожу свой путь? Хорошо, например. Например, Юрий Юлианович Шевчук. Очень достойный, например. Он не был, это уже было. Это же плюс комплект. А значит, было? Потому что... Пример. Сурово пречис свинцовые волны Балтийского моря. Красиво. Говорилось это, поблизительно, 280 тысяч раз. Или еще хуже. Смерть вырвала из наших рядов. То есть, это сколько народу умерло, сколько народу вырвало в гробу. И первый, кто это сказал, он представлял себе, что так ряды, они идут куда-то, может быть, сомкнутые, идут, она налетает, вырвала. Это было красиво и очень страшно. А потом портком такой, смерть вырвала из наших рядов, товарищу Конобалову, Малитину Петровичу. Смерть вырвала из наших рядов. В обрезанных фетровых ботах. А не просто... Фетровых ботах. Совершенно. Да. Совершенно верно. Нет. Я еще спрашиваю, старожилы. Совершенно вы. Вы безумно артистичны. Правда? Спасибо. Давайте. Речь идет, на самом деле, о личности, потому что ни творчество, ни интеллект, они начинают атрофироваться, если... Неупражняемый орган атрофируется. Да, совершенно верно. Они упражняются тогда, когда личность костенеет, когда она перестает куда-то двигаться, когда она бронзовеет, стекленеет, когда вот это вот все, когда разговор, разговор с миром превращается в разговор с фанатом твоим. Когда ты обращаешься вот к нему, когда ты его даешь, когда ты разговариваешь цитатами из себя самого, предполагаемыми. Понимаете? Ты мыслишь заголовками и выносами в твоем интервью. Просто вот в данном случае очень хочется, чтобы та часть зрителей, которые у нас вот молодежь и подростки, как это теперь говорят, хочется, чтобы они поняли нас правильно. Нам нравится группа ночных снайперов, нам нравится то, что делает Диана Арбенина. И если бы нам это не нравилось, если бы она казалась, так сказать, пустой, бессмысленной и беспощадной, мы бы ее, во-первых, не позвали, а во-вторых, ни в коем случае не обратились бы к ней с подобным воззванием и так далее. Вы сказали про Россию в 37-мом. Скажите нам, пожалуйста, Диана. Да. Вы что думаете о судьбах Родины? Куда мы идем? Ну, хорошо, я отвечу. Я отвечу, но с одним условием. Мы эту тему больше продолжать не будем. Хорошо? Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Слишком, такой уже у меня в душе сегодня вишневый сад, чтобы говорить о судьбах Родины. Мне... А вы саженцы Родине подарите? Мне не нравится то, что происходит. Сейчас процентов на 75-80. Вам что как бы не нравится? Ну, те проявления социальной жизни, которые вот проистекают повсеместно и вокруг меня, меня очень настораживают. То есть вам кажется, что куда-то это все не туда рулит? Мне кажется, что это сейчас такое затишье, которое бывает, не побоюсь этого слова, перед цунами. А дальше прорвет и еще непонятно, где дернет. И очень много тому подтверждений. Это Крылья в этом году, в Тушино, где мы играли. Это Фабрика звезд. Очень правильно. И это ужасно, на самом деле. Это что-то еще. Это песни, которые я стараюсь не слышать по радио. Это ощущение, что страна потеряла чувство самосохранения. Песни моих коллег, зачастую моих коллег, которые просто не поддаются никакому описанию, потому что это полный маразм. Ну и так далее. Мы совершенно разделяем ваши ощущения, потому что я говорю, что у меня ощущение, что страна просто потеряла чувство самосохранения, и что она ползет бог знает куда, совершенно так же, как и у вас. Причем я считаю, что то, что вы в ряду вот этих чудовищных симптомов назвали Фабрику звезд, это не просто правильно. А вы первое сформулировали и обозвали вот этот симптом, о котором мы тут много-много с кем говорили, пытались говорить. Те люди, которые представляют собой сам этот симптом, они как бы отказываются его признавать. Понимаете, это же огромное количество Фабрика звезд. Это не только Фабрика звезд, да, это же еще огромное количество газет и журналов. Это вот таких же, вот этого же, да, это радио там и так далее и тому подобное. Это как бы вообще тип месседжа, который тут вот проносится. Я бы назвала это словом помет. Можно так. Можно, да. Можно. Это так, только это красивое определение, не грубое красивое определение того, что происходит, но там глубже есть, понимаете. То есть вот вы, как бы к вам приходит больной, да, ему говорят, а нет, помойся и пройдет. Вот, или там, это у тебя крапивница, а вы так смотрите, палочкой, видите, да это твердый шанкар. Болезнь Льюиса. Да. Понятно. Скажите, Диана, а вот по вашим ощущениям, понимаете, есть такой сюжет, очень затасканный, но тем не менее дико важный. Это, он по-разному называется, но главное его на самом деле название, какое бы оно ни было затертое, не буду сейчас подбирать другое. Это интеллигенция и народ. Значит, я тут недавно была в гостях у одного очень хорошего кинорежиссера, такого очень известного. А я пришла вовремя, но он еще не освободился, он в этот момент давал интервью. И я вошла на фразе, когда он произносил, вот я из прихожей шла в комнату и слышала, как он произносит, народ всегда прав. Сам он не народ, а интеллигенция. И вот я подумала, что, о-о-о, ну если у нас опять вот это вот заговорили, да, а надо сказать, чтобы в начале 20 века все образованные слои общества были заражены такой вещью, как народолюбие. То есть можно было в газетах, в думе, первый, второй, третий, четвертый, ругать кого-то интеллигенция, наша буржуазия, наша интеллигенция виновата в том, буржуазия плохо сделала то, промышленники это, значит, ну, царская семья, уже про это никто не говорит, двор, чудовищ, вот это. Народ это святое, народ это всегда, народ всегда прав. И тогда, сейчас пошло вот влипание совершенно в ту же самую историю, вот это вот народ всегда прав, с одной стороны, с другой стороны, наша родная православная церковь, которая благополучно сейчас заменила ЦК КПСС, просто она вот, вот потому, как она функционирует в обществе, в общем, ужас охватывает страшных. Вот у вас какое ощущение, у вас, как у автора той песни, которую вы написали, какое ощущение и какие чувства, да, от страны и от народа? Что касается людей, то они очень доверчивы, им можно, не побоюсь этого слова, втюхать, все, что угодно, что и делается, причем делается мастерски, коряво, но мастерски, так, конкретно. Им втюхивает власть? Масс-медиа, власть, безусловно. А почему, как вы думаете, почему так доверчиво, почему так легко втюхать? А вот странно, действительно, я тоже об этом думаю, ведь на самом деле, ведь если взять каждого, может быть, на самом деле, может быть, это какие-то особенности именно русских людей, а может и нет, не знаю, но меня изумляет на самом деле, вот меня изумляет то, что в нашей стране самая популярная группа «Руки вверх». Я их ненавижу, это мои личные враги. Я ничего по этому поводу говорить не буду, я просто не слушаю. Но почему это самая популярная группа, вот я вот пьюсь над этим, не понимаю? Я, Ян, вот я понял. Вот то, что, сейчас, сейчас, мне-то кажется, вот у меня есть своя теория, почему. Из-за чрезвычайно низкого образования, из-за абсолютного отсутствия знания собственной истории, вообще. То есть, прекрасно знаем свою мифологию, да, мы огромная страна, мы великая держава, вот это вот всё. И вообще не в зуб ногой в русской истории, совсем. Назовите фамилию Сипягин или Горемыкин, вам никто не скажет, кто это. И я не скажу. Плохо. Однако, на самом деле, группа «Руки вверх» мне не очень нравится. Правильно. Значит, вы уже, как бы, продвинулись в ту сторону, когда стоит узнать и Сипягин, и Горемыкин. Можно ещё сделать рывок, можно ещё, ну, как сказать, положение ещё не безнадёжно, потому что вот в конце, да, Арбейна заговорила человеческим языком, с человеческой интонацией, не стесняясь, вернее, может быть, и стесняясь, но забыв о том, что, как бы, есть зритель, слушатель, и что надо организовать ему цитатки, да, не думая о том, как ты будешь выглядеть со стороны, что о тебе подумают. И так далее. Значит, пока это есть, да, как бы, у личности, там, одарённой, неглупой, и так далее, у неё есть возможность расцвести, а не увядь. А если будет вот это вот всё дальше продолжаться, прощай Диана Арбенина, прощайте ночные снайперы. Дело в том, что Кибиров был совершенно прав. Дело в том, что тут дело не в поколении, не поколении и так далее и тому подобное. А дело просто в том, что хоть молодая аудитория, хоть какая, хоть старая, нету приязненного интереса к узнаванию чего-то, нету ощущения собственной необразованности, в которой нормальный человек пребывает всю свою жизнь, потому что такое количество интереснейших вещей, да, которых я не успею узнать, я не успею изучить ботанику так, как я бы хотела. Я не успею изучить историю так, как мне бы хотелось. Я этого ничего уже не успею. Вот это ощущение, что надо скорее немедленно куда-то бежать, узнавать, там, читать и так далее и тому подобное, понимаете, это нормальное ощущение, и в нем как раз ты обретаешь какой-то, ну, не то, что там, я не знаю, смысл и так далее, у тебя возникает вот это ощущение движения, ты перестаешь думать мне о себе, мне самый лучший совет, который мне дали в жизни. У меня там были какие-то нелады и душевные. И вот я жаловалась своему другу, я слушала, 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 потому что соскопий посмотрел на меня и говорит, ты знаешь, а ты поменьше думай о себе. Не в том смысле, что о себе, а думай о других, а ты думай просто про другое. Это лучший совет, который мне в жизни давали. Потому что я вдруг подумал, действительно, боже мой, столько всего интересного. Знаете, в чем слабая сторона вообще истории и вообще всего прошлого? В том, что прошлое не может говорить. Оно говорит только тогда, когда вы открываете книгу. Да, да. То есть это наша слабая сторона, и надо взять и открыть дорожащую музыку. А что касается парней, вот этих вот, о которых мы говорили, то они живые, и они могут орать из каждой точки. Для того, чтобы узнали Сипягина и Горемыкина, нужно просто сделать какое-то усилие. Понимаю, а нафиг я буду его делать, а лучше просто включу радио и пойду на дискач. Нормально? Да, совершенно правильно. Это же ужасно. Это очень неприятно наблюдать. Но знаете, как я с этим борюсь? Как? Может быть, это компромисс, хотя, в принципе, мне кажется, что это, по большому счету, мудро. Во-первых, если, например, я еду в такси, начинается какая-то музыка, которая мне не нравится, я говорю, будьте любезны, выключите, пожалуйста. Все. А я себя блокирую от негативных эмоций, от... Русский шансон, знаете, вот это. Русский шансон, ну, неважно. От плохих эмоций, от каких-то негативных эмоций, которые могут меня взбудоражить по-плохому. Вот. От людей, с которыми мне не хочется общаться. Я просто с ними не общаюсь, я о них не думаю. Во мне есть блокада. Это вы решаете лично для себя. Конечно. Я понимаю, это правильно. А как вы... А как вы... Дуй, пожалуйста, две секунды. Не только для себя, но и для своих близких. Вот со мной сегодня пришел мой брат. Ему 17 лет. И я чувствую, пардон, конечно, это будет штамп, но это такое очень конкретное, конкретное чувство. Я за него ответственна. Татьяна. Одну секунду. Одну секунду забудь. Дело в том, что это, к сожалению, в русском языке не штамп. Потому что у нас никто не хочет отвечать ни за кого. А я говорю на уровне языка. То же самое, что у нас очень многие не хотят понимать, что перед тобой, когда ты рождаешься, открывается путь. Его проходишь. Не нужно делать это осознанно. Хорошо. Ладно. В общем-то. И я всеми силами стараюсь делать так, чтобы мои близкие, я не понимаю вообще, как можно любить миллион. Невозможно. Достаточно любить одного человека, либо там свою семью. Я делаю так, чтобы мои близкие, опять же, не подвергались вот этому шквалу, вот этой вот нечисти, которая несется отовсюду. Которая спровоцировать на раз. Просто нажать и все. Мне кажется, что просто нужно ограждать себя и все. Вы считаете, что этого достаточно? Понимаете, вот то, что вы описали, как, так сказать, состояние страны, состояние, там, я не знаю, этносы, нации, как угодно. И то, что чувствуем мы в полной солидарности с вами, на самом деле, как нам кажется, уже действительно близко к катастрофе и требует некоего общего, так сказать, усилия. Сами не знаем, где и как оно лежит. Активное участие, все будет там, потому что активное участие на том участке, на котором ты в этой жизни оказался. Хорошо, я себя ограждаю. Я ограждаю своих близких. Мои близкие тоже умеют себя ограждать. Они в эту сторону, так сказать, и не ходят. Сколько можно, они там своих детей, своих близких, в свою очередь, оградили. Дальше что? И вот я смотрю, что у нас-то хорошо, мы-то привитые, да, с нами оспа не случится. А вот соседские деточки, они прямо идут вот в этот самый, в оспенный барак. И надо, что же я, не выйду из дома, этих деточек не переловлю. Вообще говоря, я чувствую свою ответственность за то, чтобы хоть ногой перегородить путь этим деточкам. И за ручки, за ручки везти в другое место. Много я сделать не могу. Меня не так много. Я с ним посижу в садике, так сказать, полчасика. Я удержу их от ужаса этого. То есть я хочу сказать, что поскольку со мной в этом смысле порядок, я чувствую, что я должна по мере возможности своего ближнего каким-то образом показать ему, как можно спастись. А я делаю это, безусловно. Вы это делаете? Да, я даю концерты. Да, совершенно верно. И, прошу прощения, это абсолютно честные и как в последний раз концерты. Это все, что я могу делать? Это максимум? Нет, это не все. Это неправда. Это необходимое. Вот есть необходимое и достаточно. Вернее так, это... Понимаете, ваши концерты – это основа того, чем вы становитесь для многих и многих людей. Да, вы обращаетесь к ним, и они вас слышат. Но помимо того мощного, талантливого, там, внятного, как бы художественного сообщения, которое вы им посылаете, да, образного, которое откладывается у них в подкорке, иногда наступают моменты, когда нужно сказать абсолютно прямыми, простыми штампами, что ты думаешь по поводу того, что происходит. Вот мне кажется, что сейчас такой момент. Вы согласны? Да, я имею смелость это говорить, я об этом сказала. Да. Ну, вас, собственно... За это, может быть, и люди. Да. Да, ладно. Нет, и мы считаем, что очень важно, что вы это сказали, и спасибо вам за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Красавцы. Если выключить вот этого вот зрителя, да, потенциального, которого ты в себе включаешь, да, он как бы всё время смотрит, как ты... Включить глаза. Да, 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 включить глаза. Здесь лучше посмеяться. Угу. Здесь можно расслабиться, а здесь лучше задрать ногу. Я всё время помню, как я повернула голову, что сказала, и периодически делаю какие-то глуповатые выкрики, типа «Йо!» Угу. Это что? Есть какие-то моменты, когда вот этого не надо, потому что это не... Совершенно верно, потому что есть... Не кана это. Если вот это вот выключить, если перестать в мир глядеться, как в зеркало, свет на зеркальце скажи, да, я ли на свете всех милее, всех румяней и милей, зеркальце обязательно рано или поздно ответит, что ну живёт без всякой славы, среди зелёной дубравы та, что всё же тебя милей. Если это выключить, то можно заниматься кучей интересных дел. Не только там писать песни, думать о концертах, можно, я не знаю, путешествовать, курицу можно сварить, можно заняться изучением пауков, что, между прочим, безграничный, интереснейший мир. Можно вообще узнать много нового. Вот, там миры кругом, миры, да? А если всё это свести к тому, что самое интересное в мире – это Диана Арбейна и её поклонники, да, то это же, это же, ну как, это же такая бедность, такая нищета, это впасть в нищету. На самом деле, просто в нищету.